Компьютерный ЕГЭ по информатике. 2021 год. Задание номер 2. Логическая функция задается выражением. Дальше следует такой крокодил. На рисунке переведен фрагмент таблицы истинности функции f, содержащий все наборы аргументов, при которых функция f истинна. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции f соответствует каждая из переменных x, y, z и w. Перед тем, как начать решать эту задачу, хочется сказать кое-что про саму алгебру логики. Дело в том, что логика, во-первых, греческое слово логос, существует она очень давно со времен Аристотеля, который построил некие основные формальные правила, но алгебра логики, которая родилась уже в новое время, она существенно все-таки отличается от той логики, логики рассуждений. Вот, был даже, кстати, школьный учебник, логика, вот, она изучалась отдельно, вот. Алгебра логики это уже математическая дисциплина с строгими правилами, аксиомами, и вот эта часть математики, потому что логика это не только математика на самом деле, логика это правильность рассуждений, вот, ее изучают чуть ли не юристы. Вот, но то, что нас касается, в школе входит в курс информатики. Опять же, так исторически сложилось. И, вы знаете, еще в прошлом году алгебра логики была таким монстром в ЕГЭ. Дело в том, что кроме второй, восемнадцатой, сейчас она пятнадцатая, и где-то эпизодических встреч алгебра логики была в двадцать третьей задаче. Ваши учителя по информатике, которые готовили предыдущий поток 2020 года, до сих пор, наверное, хватаются за сердце, вспоминая, какая задача попалась выпускникам предыдущего года. Это система логических уравнений, она, правда, страшенная, ужасная. В принципе, эта двадцать третья задача была очень тяжелой. Вам страшно повезло по двум причинам. Первое. Двадцать третьей задачи больше нет. Нет этих систем логических уравнений ни в какой форме. Все методы их решения можно благополучно забыть. Это первое. Вторая причина. Это в том, что вы работаете за компьютером. И, поскольку вычислительные возможности компьютера очень высоки, переборные возможности, в языках программирования реализованы логические операторы. Нет, не все, но их все можно несложным образом реализовать. Поэтому полноценное изучение алгебрологики может быть, в принципе, манкировано. То есть, не обязательно. Я могу показать метод, который позволит вообще не вникая глубоко в содержимое алгебрологики. Но вообще эта тема очень важная и интересная. Я хотел бы очень кратко описать суть логических операций, перед тем, как стартовать в решении задачки. Итак, собственно, есть логические операторы. И есть базовые логические операции. Одна из базовых это логическое и. Ее можно представить как логическое умножение. Но я все-таки напишу сразу по программистски. В егэ по информатике используется вот такое изображение этой операции. Вот так вот. Соответственно, если у меня false, false, то а и б это false. False, true, соответственно, у меня это false. True, false это все равно false. Нужно сказать, что в языках программирования есть одно интересное отличие от алгебрологики. Языки программирования ленятся. И программистский оператор, он ленивый. И если в начале уже ложь, то он второе выражение даже не вычисляет. Это оправдано. Потому что если уж у нас в начале нолик, нолик, домножаясь, вспоминаем, что это логическое умножение, домножаясь на что угодно, уже все равно ноль. За счет этой ленивости оператора and в языках программирования во многих, но не во всех, можно, пусть чем очень ценно играться. Вторая важнейшая операция, это операция или. Итак, допустим, у меня есть две логические переменные. Логические, то есть они либо правда, либо ложь. True или false. Операция or. Соответственно, false, false будет false. False, true будет true. True, false будет true. И true, true будет... Вот это интересный момент, я всегда на нем останавливаюсь, когда веду длинные курсы. Так вот, и с вами остановлюсь тоже. Представьте себе, что это какие-то реальные высказывания. Не знаю, баба-яга умная, баба-яга красивая. Ну, а я вместо баба-яга могу подставлять что угодно. Соответственно, я формулирую составное высказывание. Между прочим, вот каждая по отдельности называется атомарное высказывание. И алгебра логики атомарными высказываниями их истинностью не занимается. Поэтому вот такое высказывание с точки зрения алгебры логики атомарное. И логика не проникает внутрь таких высказываний. Для того, чтобы с ним разбираться, нам необходим язык математики. То есть мы как бы заворачиваем это в коробочку, в такую, да, и говорим здесь арифметика. Да, да, и вот какие-то вот подобные высказывания, они себе вполне имеют право на жизнь. Ну да, то есть чему равно, как спрашивают программисты, чему равно 2 плюс 2 равно 4? Ответ true. Понимаете, да? То есть мы же можем в языке программирования взять и присвоить 2 плюс 2, ну, простите, на питоне или на C++ равно-равно. Для сравнения, чтобы отличить от оператора присваивания. Я сотру сейчас программирование отсюда, да, но тем не менее. Поэтому еще раз, алгебра логики не влезает в языки, на которых формируются логические высказывания. Да, мы можем строить составные высказывания. Мы как люди вникаем в языки, да, мы играем в языковые игры. Вот, и в разных, в то же время, я зря стер, вот это высказывание на разных языках может быть ложь, а может быть истина. Если я заверну это в коробочку и скажу, что это алгебра логики, написано на языке алгебра логики, то надо вспомнить, что оператор или, он имеет еще обозначение. Ну, во-первых, из формальной алгебра логики вот такое, а еще, ну, я не буду стирать, да, а еще А или Б, логическое сложение. Поэтому истина или истина, ребята, истина. На самом деле это звучит довольно странно. Давайте еще раз про Баба-Ягу. Баба-Яга умная, но она умная у нас, допустим, да, или Баба-Яга красивая. Достаточно того, что она умная, да, там, не знаю, блондинка умная, не комедий блондинок, да, но к стереотипу условному, да, или красивая, красивая, замечательная, да, а, или там, не знаю, мачеха какая-нибудь из Белоснежки. Короче. И Василиса прекрасная умная или Василиса прекрасная красивая. Ну, Иван Царевич за такое мог бы и ударить. Да, как это или? И, 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 и умная, и красивая. Но еще раз, с точки зрения алгебры логики нам важно определиться. Вот здесь вот, либо правда, либо ложь. И сделан следующий интересный выбор. Сделан следующий интересный выбор. Принято. Строго разделить. В языках естественных мы интонации можем это подчеркнуть, да, или, или, или просто или, мягкая, да. Вот это называется не исключающее или. Есть второе или. Оно пишется вот так. На языке программирования называется XOR. Исключающее. XOR. Понятно? У него в алгебре логике обозначение плюсик в кружочке. Или еще сложение по модулю 2. Ох, какую классную тему это достает из кармашка. Про кольца вычетов. Про них бы надо обсудить. Ну, сейчас кратенько пропустим. Так вот, отличие их ровно в этой строке. Да? Исключающее или. Один или один. Истина или истина. Ложь. Понятно? XOR довольно ценная операция. Она используется во многих, при многих системах безопасности. Применение XOR с ключом, равным длине сообщения, является абсолютно надежным. При одноразовом ключе длины, равном длине сообщения, в двоичной системе, ну, если записано в двоичной, да, оно является, ну, по сути, ключом одноразового блокнота. Который невозможно взломать. Чтоб вы знали. Вот. Ну, и, в принципе, в разных системах шифрования он используется активно. Вот. Ну, и не только. В программировании периодически иногда им тоже пользуются. Интересно то, что XOR это еще и не равно. То есть, если я запишу A не равно B и построю вот такую табличку, да, и попробую сообразить. Так, ложь не равна лжи. Это что? Ну, если, давайте рядышком вначале напишем A равно B, да, то есть это сравнение, это, естественно, не присваивание сейчас про математику. Ноль равно лжи. Ага, да, правда. Ноль равно один. Нет, не правда. Один равно нулю. Нет, не правда. Один равно один. Да. А теперь, товарищи, я говорю ровно наоборот. Говорю ноль не равно нулю. Ноль не равно нулю. Это неправда. Ноль не равен единичке, правда. Единичка не равна нулю. Единичка не равна единичке, вранье. Видите, да? И получается, что у нас неравенство XOR по существу одно и то же. Тем не менее, в языках программирования его... Ой, прошу прощения, тут B не написал. Тем не менее, в языках программирования его выделяют отдельно, да, хотя есть и такая операция, как неравно. Вот. Тем не менее, да, очень уж ценная штучка. Тем более, любят, особенно любят, так называемые побитовые, побитовые операции и или не. Вот. Короче. И, XOR. Я забыл сказать про одну важную еще операцию. Это операция отрицания. Она тоже реализована в языках программирования. А, Б, ой, какой Б? Никакого Б. А и нот А. Соответственно, она зависит только от одной... Она является унарной. В ней только один оперант. Соответственно, все ровно наоборот. Ох, ребята. Для краткого ролика сколько же приходится пропускать ценного и интересного. Про то, что логические функции, самые простые логические функции в мире. Из которых функций одной переменной всего 4 штуки. И если рисовать графики логических функций, я не удержусь, я расскажу. Графики. То, во-первых, они же дискретные. Потому что у меня булево множество. Да? То есть, множество, на основе которого вообще что-то строится, содержит только два элемента. 0 и 1. Понимаете? Если я строю отображение из булево множества в булево множество, то у меня вариантов-то особых и нет. У меня нужно один элемент куда-то отобразить. Второй элемент куда-то отобразить. И у меня возникают, по сути, товарищи, 4 функции. Смотрите. Из 0 в 0, из 0 в 0. Ну, как бы вот такая. Оп. Это называется, что противоречие. Потом из 0 в истину, из истины в истину. Из единички в единичку. Вот такая. Оп. Это что получается? Тавтология. Всегда правда. Функция, которая... Я сейчас как отображение имею в виду некая функция от икса, которая вот чему-то равна. Тут я отображаю какие-то значения. Оно переваривает, его выплевывает. Да? И оно всегда выплевывает истину. Я ему засовываю в коробочку, да, чтобы я ему не совал туда. А оно мне, как из мясорубки, всегда истину выплевывает. Я ему сюда разные штуки сую. Вот функцию, как функция, как черный ящик, да, представим себе. Неважно, как она это переваривает. Да? Она мне все время истину выплевывает. Да? Тавтология получается. Потом есть такая, которая как труба. Я ей засовываю 0, она мне 0 выплюнула. Единичку, единичку выплюнула. f от x равная самому x. Линейная такая, да? Тривиальная. Вот. И самое нетривиальное, когда засовываешь нолик, она выплевывает единичку. Единичку, она выплевывает нолик. О! Вот это интересно, необычно, да? Это, собственно, отрицание. Она единственная интересная из всех функций одной переменной. Интересно то, что любые логические выражения, а значит, и цифровые логические схемы могут быть реализованы при помощи только и или не. На самом деле, вот таких базисов существует несколько. Можно было бы читать очень длинную лекцию. Кстати, ксор. Классная штука. Одного ксора. Можно было бы использовать, вот, еще там стрелка пирса, штрих шефера. Такие очень ценные штучки. Да. Нанд. Да, нэнда, да. Или нор. Короче, товарищи, я сейчас не буду углубляться. Тема крайне интересная. Много чего есть. Я лучше сделаю вот что. Я вам скажу, что на сайте Константина Юрьевича Полякова есть вот в разделе ЕГЭ есть замечательные статьи. Вот если вы посмотрите, начинается, да, вот ЕГЭ по информатике. Да, иначе тренажер, трампапар, актуальные публикации. И вот эти актуальные публикации. Давайте нажмем полный список статей. И здесь довольно много статей по алгебре-логике. Нет, не конкретно по второй задачке. Да, а вот битовые операции трататам в 18-й. Это тоже была жесть. Она выстрелила один год, но это было так страшно, что ее все сильно испугались. И требовались статьи. Там Константин Юрьевич писал. Еще кто-то писал про битовые операции, чтобы люди хоть как-то могли это решать. Но, знаете, не пригодилось. Один год никто их не ожидал, потом уже не пригодилось. Но, тем не менее, битовые операции это очень ценная штука. Если вы будете заниматься архитектурой компьютера, стоит вообще про них знать. Ладно, значит, короче. Система логических уравнений. Это та самая страшная 23-я задачка. Да, там задачи с интервалами. Кстати, вот она довольно старенькая, но может быть и ценная вполне статья. Да, там логические уравнения отдельно еще. Да, логические. Вот я хотел сказать. А, да еще там задачи других авторам есть. Я немножко их полистаю. Я тут открыл несколько. Да, это... Что это у нас? Задачи на делимость. Вот если не переходите. Вот задачи на делимость. Да. Свойства импликации. Кстати, я про импликацию не рассказал. Значит, логические выражения с делимостью. Там какие-то задачики. Да. Метод сдвижковый для решения этих задачек. Короче. Задачи на анализ логических выражений. Да. Со всякими там графиками. Довольно ценные штучки на самом деле. Вот. Значит, множество логиков задачи Хига. Значит, смотрите. Вот здесь есть одна замечательная штука. А именно... Так, это что такое уже? Система логических уровней. Ужас кошмар. Вот там, которые получались в итоге. Ну, вот можно посмотреть. Да, вот. Реши, пожалуйста. Вот такой. Сколько различных решений имеет система? Нет. Для опытного решателя задачек это не представляет из себя страшной сложности. Ну, там минут 10 и решил. Вот. Ладно. Я хотел сказать, что есть здесь публикация части учебника. Части учебника Константина Юрьевича «Логические основы компьютеров». Вот. Это стало частью учебника 10 класса, если не ошибаюсь, продвинутого уровня. И здесь довольно систематически излагается. Поэтому именно вот эту вот ссылочку, да, я крайне рекомендую. Вот. Почитать, познакомиться. Это, наверное, систематически самый простой способ познакомиться и порешать от простого к сложному разные задачки по алгебрилогике, чтобы с этой темой, чтобы с этой темой как-то познакомиться. Товарищи. А теперь внимание. Для решения задачек номер два. Нам требуется умение программировать по-хорошему, да, в современной ситуации. Я могу решить эту задачу, безусловно, глазами, без языка программирования. Я могу, глядя на вот этот крокодил, сразу сказать, ребята, ну, x обязательно истинный. Потому что если x не истинный, тогда эта штука, она делает все, всего остального крокодила равным нулю. 0 умножить, а это же умножить, по сути, логическое умножить. Это операция i. Я-то уже привык читать эти операции, а вы, может быть, и нет. Я могу сразу сказать, подождите, x первый, да. Потом начать немножко думать, потому что тут надо крокодилечка разобрать, переписать. Я через плюсики умножения написал. Это отрицание, не пугайтесь. Вот, но, вы знаете, есть способ, который позволяет обойтись вообще без этого. Берем, открываем язык программирования. Ну, в нашем случае это будет, естественно, Python. Ну, вот. Дальше, что мы делаем? Сейчас, редактор, Ctrl-N. Я прям копирую. Ну, слушайте, может быть, скопировать ей не удастся. Копирую высказывание. Говорю, высказывание. Это вот оно. Оно, естественно, зависит у меня от четырех переменных. Я ставлю решетку, потому что это комментарий. Python не умеет понимать вот этих вот значков. Это не его язык. Но никаких больших проблем нет в том, чтобы переписать это. Давайте я слово return напишу потом. Чтобы переписать это, собственно, на питоне. По сути, да. x, and, это оператор, и вот этот вот. И, скобочки возьмем. Дальше что? Ну, здесь интересно. Здесь мне скобки не понадобятся, потому что приоритет операции или, и, и в алгебре логики, да и не, тоже, совпадает с приоритетом в языке программирования. y, and, z, or, z, and, w, or, y, and, not, w. Да, вот так вот. Вот такое высказывание. Не забыть его вернуть из функции return. То есть, вычислить вот это все и вернуть. И выплюнуть. Вот он крокодильчик. Теперь, когда я это сохраню, у меня появится возможность вызывать эту функцию. Давайте посмотрим. Я для начала просто сохраню, запущу и попробую f, и дальше я пробую какие-то значения. Да, тут важный момент. Что, конечно же, для истины и лжи в Python есть отдельные типы. А именно true и false. Вот это логические значения. Они имеют тип bool. И результаты вычислений, соответственно, ну, давайте я спрошу, какого типа ты true? И он мне скажет, я типа класс bool. Я bool. Логический. Да, ну, я тоже самое могу спросить про какие-то высказывания. 2 плюс 2 равно 4, да. Это только не забываем, что равно-равно, да. Да, вот. Не забываем про pep 8. Короче, bool. Да? Логически. Так вот, ну, кстати, есть некоторая тонкость, что если я спрошу там 13n до 5, то он мне скажет 5, извините, да. Если я скажу там, не знаю, 0n5, то он мне скажет 0. Поэтому есть некоторые тонкости, связанные с числами. Но, слушайте, мне будет даже удобнее работать с ноликами и единичками, просто чтобы сопоставляться. Поэтому я буду итог приводить к числу. Вот сейчас про все тонкости еще питоновских операторов я не буду рассказывать. Вот. Уж слишком интересно. Можно увлечься. Давайте вот, что мы сделаем. Я сейчас сделаю примитивную штуку. Я буду перебирать x в диапазоне 2. Функция диапазон range, она будет перебирать от 0 до 2. Ну, 0 это стандартный старт, 2 это стоп, шаг, единичка. Соответственно, 0, 1 и все, приплыли. 0, 1. На самом деле, кстати, в питоне же можно еще проще. Для совсем вот такой просто 0, 1. О, все. Ну, кстати, в этом смысле можно было бы написать так false true. Пожалуйста. Что я хочу сделать? Я хочу перебирать эти значения. Перебирать, перебирать. Ну, только для других переменных. Да, для y, для z и для w. И что я буду делать? Я буду распечатывать x, y, z и w. Что я получаю в результате? Я получаю вот такую табличку. Да, тружки false. Слушайте, ну, если честно, мне все-таки с ноликом и единичком было бы поспособнее, поудобнее слегка. Да, в ней получается 2 в четвертый 16 строк. Но я могу немножко уменьшить количество строк. Дело в том, что мне в задачке написали не полную таблицу истинности, а ее фрагмент. Содержащий все наборы аргументов, при которых функция истинна. А зачем мне нужны те наборы, где функция ложна? Да не нужны они. А давайте я и не буду выводить их тогда. То есть я могу распечатывать только если у меня функция f. А, ну, собственно, я еще и саму функцию не распечатывал. Ну, ее и не понадобится распечатывать. Я просто здесь вот напишу. If xyzw, да, интересно то, что писать вот так вот, это признак дурачка. Ну, или, скажем так, неопытного программиста. Да, это зачем спрашивать, не знаю, x равно y и равно равно true. Мы же не будем так делать в реальном языке программирования. Правда? Когда у нас будет реальная задача. Мы будем прописать if x равно равно y, да. Так и здесь в этом смысле. Мне это не требуется писать. Я убираю это, естественно, да. Просто if f от x, y, z, w. Она сама по себе либо true, либо false. Аналогического значения функции. Я даже могу это подчеркнуть, если мне очень хочется. Вот так вот, что это функция логическая. Но это только аннотация, она в питоне ничего не делает. Ладно, друзья, давайте запустимся, посмотрим на результат. Вот, у меня только те четыре строчки таблицы истинности. Ну и знаете, я все-таки от false true, уж для полной красоты, перейду к ситуации перебора только 0.1. Просто ради красоты. На самом деле интересно то, что если выстрелит нод w, то результат там будет чуть-чуть может не тот. Но, слушайте, поскольку я все равно не распечатал значение, то мне все равно. Все равно будет показывать мне нолик и единички. Итак, вот, собственно, те строчки, точнее, те конкретные значения, при которых у меня эта функция истинная. Вот они же здесь и прячутся. Что мы делаем дальше? Играем в японский кроссворд. У нас доступен компьютер в течение всего экзамена. Это означает, что у вас не только язык программирования, но у вас еще в том или ином виде табличным процессором. Я пользуюсь либо office calc, возможно, и, скорее всего, у вас будет винда, mazdai. А я, тем не менее, буду решать вкалки. Я вставляю из питона вот сюда разделителем, ну, пробел надо поставить разделителем, иначе он будет все в одну ячейку пихать. Теперь смотрите, что я делаю. Я просто играюсь в кроссворд японский, да, или, не знаю, как это, в пазл, переставляя столбцы так, чтобы получилось то, что вот тут у меня находится. Или строки. Я могу переставлять либо целиком столбцы, либо целиком строки. И я смотрю, так, у меня вот здесь вот, да, 0,1, да, вот они, видите, да, 0,1, 0,1, да. Опаньки, смотрите-ка. Мне надо переставить вот эту, да они даже, в принципе, порядок, почти правильный, да, почти правильный. Только мне нужно, чтобы первая и вторая, вот эти строки, поменялись местами. А ну-ка, я их просто Ctrl-X, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-X, Ctrl-V, раз и переставил. Именно целиком. Так, есть. Но у меня теперь, то есть последний столбец у меня теперь правильно идет, да, вот он. Но у меня теперь, соответственно, на второй и третий столбце расположены неправильно. Я вот вынесу сейчас временно туда, этот подвину, этот сюда и верну назад. И вот я привел это к состоянию, что, в чем я ошибся. Ужас, знаете, что я не сделал? Отменяем все. Я забыл, собственно, заняться, не заняться, добавить сюда название, потому что у меня сохранялись, сохранялся порядок. Я сейчас его поменял и не отследил, во что он превратился. Ну, слушайте, я чуть-чуть поформатирую для красоты. Вот, ладно, что я хочу сказать, что у меня по-хорошему, да, я могу и без этого, даже почти без этого обойтись. Я могу и глазами это сделать. Ну, слушайте, я все переставлю. Ну, вот строчки тоже переставлю, чтобы это было очевидно. Да, вот. И видно, что результат у меня, частичная таблица истинности совпала, да, и последовательность X, Z, Y, W. Товарищи, это может показаться, что решается долго. На самом деле, использование вот этих двух инструментов, язык программирования, который сгенерирует нам таблицу истинности и, собственно, табличный процессор, позволяет решать задачу быстро. Скажем так, достаточно быстро. Если вы уже владеете алгебрологией, пятерка вам, я за это, но с точки зрения прагматической я не вижу причин. Давайте мы возьмем еще одну задачку какую-нибудь и ее попробуем разобрать. Ой, а ведь здесь же есть импликация, как ее написать в языке программирования. Давайте покажу. А что если я, вот так вот сейчас, просто возьму и переберу. For X in, ну, сейчас, допустим, ну, слушайте, false true, 0,1. Вот так, for Y in 0,1. Я прямо в интерпретаторе сейчас ты делал, не буду сохранять никуда, да. И что я хочу? Я распечатать выражение X меньше либо равен Y. Обратите внимание, это не стрелочка, это именно меньше либо равно, да. Только я, товарищи, я его возьму и, поскольку это выражение логическое, я рядышком, прям рядышком, приведу его, приведение к, как сказать, оцелочислю его, да. Приведу его к целому числу. Запихну в конструктор Инта. X, прошу прощения, меньше либо равно Y. Оп. И что я вижу? Я вижу, товарищи, таблицу истинности импликации. Таблицу истинности импликации. X, Y из X следует Y. Из лжи следует ложь. Из лжи может следовать все, что угодно. Я это обсуждаю так. Я говорю, что если вам дали неправильное условие задачки на ЕГЭ, то вам обязаны поставить положительный балл в любом случае, да. Тогда правильно вы решили, неправильно решили. Какая разница? Ваше решение, то есть сама импликация истинна. Если вам дали правильное начальное условие, правильную посылку, и вы пришли к правильному выводу, то вы тоже молодец. Если же вам дали правильное условие на правильную посылку, а вы пришли к неправильным выводам, «До свидания, вы не молодец». Вот она, таблица истинности импликации. Ну, можно какие-то еще там сказать, что из X следует Y. Это не X или Y, да. Not X or Y. Но, товарищи, еще раз, да. Довольно интересная находка, что оператор меньше либо равно, который приведен... Ну, слушайте, я его привожу к целому числу, только ради красоты, да. Так-так, как раз результат. Кстати, струй фоллс меньше либо равно точно так же сработает. Так что, прям ровненько. Вот. Равно, это просто будет равно-равно. Вообще никаких проблем. Единственное, что там нужно аккуратно играть с приоритетами. То есть, вот кое-где нужно из-за меньше либо равно. У него слишком высокий приоритет по отношению к логическим операциям, поэтому его обязательно набрать в скобки. Короче, я беру вот это высказывание, да. Тащу его в язык программирования, да. Так, сейчас, секундочку. Мы это сохраним как. Так. 16-27 задачка. Значит, я здесь ничего даже менять не буду. Я бы переписал начисто, но, товарищи, ваше и мое время. Итак, поехали. Что я пишу? W, да, and Y. Или, что у нас тут? Из X следует W. Равно-равно. Я пока что скобочки набью. Значит, из X следует W. X меньше либо равно W. Из Y следует Z. Меньше либо равно Z. Замечательно. Теперь смотрим. А какую частичную таблицу мне дали? Опаньки. F равна нулю. Мне про это никто не сказал. Да, но я вижу глазами. Значит, я сделаю ровно наоборот. Я буду печатать только те, где функция ложна. То есть, нод F истинно. Ее отрицание при этом истинно. Смотрим, что получилось в результате. Интересный момент. У меня 4 строки. 4 строки получилось. А здесь у меня всего лишь 3. Но мне же никто не сказал, что мне дали все. Ну, мы сейчас будем ковырять и смотреть. Берем получившуюся табличку. Тащим ее в табличный процессор. Давайте новый листочек. Так, вставляем. Это был порядок еще правильный. x, y, z, w. Так. Теперь, вот этот кусочек. Сопоставляем. Смотрим. У меня есть переменная, которая содержит 3 истины. А больше такой переменной, ну, в тех строчках, где функция. Ну, я мог бы сказать, что в этих всех строчках функция ложна. Ой, прошу прощения. Что функция в этих 4 строчках ложна, во всех остальных строчках истина. Потому что, еще раз, мне это сейчас не важно. Я уже работаю только там, где функция f ложная. И у меня x, видите, да? Это переменная, у которой есть 3 единички. Значит, x однозначно последний. Да? Оп. Замечательно. Дальше. И той строки, где x ложный, нету вообще. Ее не упомянуто. Да? Я вот рассуждаю, понимаю, именно ее сюда и не взяли. Дальше смотрим внимательно. Есть переменная, которая везде нолики. И здесь не к чему ее сопоставить, кроме как вот с этой. Значит, у меня последняя, прошу прощения, не последняя, а вторая это w, а они должны поменяться z. Так, очень хорошо. И еще, очевидно, что у меня y и z должны поменяться местами, потому что у y в этих строчках только одна истина, да? А у z две истины. И вот у меня, наконец, пазл мой сошелся, да? И ответ z x. Да? Ответ z w y x. Вот такая замечательная задачка оказывается. Мы не закончили с вами разговор про алгебру логики. Она еще есть в 18-й задачке и... Ой, прошу прощения, теперь она 15-я. Короче, ничего сверх страшного и там тоже не будет. И там тоже язык программирования нам поможет. Ну что же, успешно вам сдать ЕГЭ по информатике, стать отличными IT-специалистами, пользуйтесь только свободным программным обеспечением и будьте этичными людьми. С Богом!